Субтитры сделал DimaTorzok Два года вместе, в одной связке, плечом к плечу. Александр Скворцов и Олег Артемьев, командир и бортинженер космического корабля «Союз ТМА-12М», сдают экзамен. На слаженность, на собранность. Подготовка к полету больше, чем сам полет. На 23-24 я УТЮС-1, проверку оборудования закончили, примите замер давления. Давление ВСА-779, давление БО-795, температура 21.9 ВСА, температура БО-20.9. Финишная прямая. До старта месяц. Утесы, именно такой позывной у экипажа, отрабатывают весь цикл полета. От старта до стыковки. Закрываем гермашины. Два щелчка. Все в норме. Центр управления тренажером космического корабля «Союз». Пока экипаж сдает экзамен и совершает виртуальный рейс «Земля-орбита», именно здесь формируются все нештатные ситуации. Экипажу, который совсем скоро отправится в космос, предстоит справиться с отсутствием связи, разгерметизацией и даже пожаром. Я утес второй. Как слышно меня? Мы перешли на резервный передатчик. В «Звездном городке» тренируются и сдают экзамены пока два члена экипажа. Астронавт Стивен Свонсон в Америке. Готовится по программе НАСА. Это нормально. Управляют «Союзом космонавты Роскосмоса». Командир и бортинженер номер один. Есть на дуке? Все в норме. У меня тоже есть. Для Александра Скворцова это будет второй полет, как и в первой экспедиции к командирам корабля. Летчик-испытатель, он уверенно чувствует себя в любой машине. Второй полет он уже такой более осмысленный. Конечно, первый полет такое трепетное ожидание. Сейчас это тоже присутствует, но уже, наверное, так больше... Все-таки опыт сказывается уже здесь. Олег Артемьев к этому полету шел долго. Участвовал в различных медицинских исследованиях. Виртуально летал на Красную планету в эксперименте «Марс-500». Испытывал разработки для будущих космических экспедиций. За 10 лет, проведенных в отряде космонавтов, подготовился, наверное, как никто другой. Что касается меня, то я, наверное, все-таки как застоявшаяся лошадь. То есть, вот ее держат в конюшне 11 лет, готовят, планки поднимают, учат чему-то. А рядом за забором космос. И пока туда не выпускают. И как бы хочется, конечно, вырваться на простор и хотя бы пользу принести. Полетный скафандр «Сокол» существенно скувывает движение и сокращает обзор. Зеркалом Олег Артемьев проверяет подключение скафандра к кораблю. Бортинженер номер один, по сути, правая рука командира. Мне очень повезло, что у меня в экипаже командиром Александр Скворцов. Я, можно сказать, словил счастливую звезду. И, да, и на самом деле очень повезло, и я за ним как за каменной стеной. Мы получили третью аварию. Ну, 0,2, 16, 0,6. Авария сближения 0,3. Тринято. Новая водная инструктора. Необходимо быстро найти правильное решение. В полете времени на раздумье не будет. Здесь в тренажере все как в настоящем космическом корабле. Когда закрывается вот эта дверь, космонавтам не поступает никакой посторонний звук, свет и даже кислород там свой, бортовой, тренажерный. Космонавты говорят, что проводят здесь так много времени, что уже на настоящем старте, в реальном корабле, они ощущают себя словно в этом родном тренажере. Ну, как это можно забыть? Вот подходишь в тренажер и запах такой родной. Василий Васильевич Циблий вспоминает свою подготовку. Говорит, что даже во сне готовился. Знания пригодились. Пожар на станции тушил по-настоящему. Тогда, в феврале 97-го, от правильных действий зависела жизнь станции и судьба космонавтов. Из памяти это не убрать и так далее. Тем более, то, что произошло, то произошло. Некоторые говорят, вот у вас был самый несчастливый полет. Я говорю, наоборот, он был самый счастливый. После всего того, что произошло и случилось, мы еще живым вернулись на Землю, и станция продолжала работать. За плечами Василия Циблиева два полета. Потом командование тогда еще военным центром подготовки космонавтов. До сих пор он уверен. Тренировка на Земле должна быть максимально сложной, чтобы в реальном полете экипаж был готов ко всему. Что, закончили, да? Нет, сейчас командир снимем. Пойдем на стыковку. Не снимай, ты хочешь, ты можешь. Все равно придется сейчас. Тепленький ты, Саша. Ну, немножко, да. Свой 60-летний юбилей он встречает в родном центре. Говорит, душа здесь, с космонавтами. А как иначе, если каждый помнит свою первую встречу с этим удивительным человеком? Душой я еще все равно здесь, понимаете. Вот тут осталось, ну, полжизни лучше, половину жизни здесь провел в центре. Для меня это не просто вот ЦПК. Это вот тот организм, который я хорошо знаю. Когда я проходил отбор в отряд космонавтов в медуправлении, я сидел на диване, забегает Василий Васильевич. Я не знал еще, кто это такой, потому что я еще даже, ну, только проходил отбор медицинский. Забегает в комедицинский зоне в таком. Что, готовишься стать космонавтом, проходишь медицинскую комиссию? Да. Когда они кто-то, летчик? Летчик. Ну, понятно, про перегрузки говорить вертикально не буду. А горизонтальный знает, что за перегрузка? Нет, не знаю. Ну, грудь, спина. Да нет, как-то особо. Ну, так, чувствую, конечно, на взлете. Нет, это не так. Ложись на диван. Я лег. Он прыгнул мне на грудь, сел и говорит, так, а теперь дыши. Я попробовал подышать. Тяжело, тяжело. Говорит, ну, вот так вот приблизительно и надо стараться животом дышать. Через месяц Александр Скворцов будет командовать реальным космическим кораблем. Олег Артемьев займет правое кресло. И начнется новая, орбитальная жизнь. Жизнь, в которой будет немало научных экспериментов. Два выхода в открытый космос, встреча грузовых кораблей «Прогресс». Вернуться на землю «Утесы» в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова